Контролерами и связующим звеном назвал мэр Сергей Сергеев руководителей органов территориального общественного самоуправления, которые собрались в Большом Зале Администрации для совместного решения накопившихся задач. Совсем недалеко вот здесь, по Горького, огромная яма на тротуаре. То есть тротуар провалился, мы идем в СИЗО, там будут отдыхающие, ну не дай бог кто-то пройдет на каблуках и женщины. Там не только каблуки и ноги сломают. И магазины два напротив, крутые, надписи по-английски. Неужели же эти два квадратных метра нельзя перестелить этой же плиткой? И пока вы нам не подскажете, если вы будете знать того начальника управления, там есть ответственность. И эти ответственные будут лично отчитываться перед мэром за каждую, даже казалось бы, самую незначительную проблему на подведомственной улице или дворе дома. Замглавы Юрий Поляков доложил о результатах борьбы с несанкционированной торговлей. Ряд орает бамбуков, который стоял от Праги до Русских ворот, их убрали, эти бамбуки, и убрали за ними нижнюю часть. Помните лавочки деревянные с карманами? На карманах вот эти были там палатки. Все это убрали, там этого нету. Проход со ступенек от парохода вниз к климат-павильону, там нет ни одной точки несанкционированной торговли, там все убрано. То есть ходили Сереги Палычем, дал указание, мы все там зачистили. И зачистили выход из парка, который идет в сторону администрации сюда. То есть мы оставили только торговые точки те, которые имеют внутренний заход. Торговых точек не будет и на берегу речки Анапки. Что касается развлекательных заведений, которые превышают уровень шума летом, то им просто будут отключать свет. Жесткие меры по наведению порядка будут применяться во всех сферах деятельности курорта, чтобы туристам было максимально комфортно у нас отдыхать. Работа по наведению порядка будет вестись строго в рамках закона. Если я сказал, что будет так, по закону, то так и будет. Мы сталкиваемся с серьезными противоречиями, но этих людей намного меньше. И вот за месяц, прошедший после выборов, их стало половину меньше. А будет еще меньше. И большинство из них понимают, что сегодня уже, если пришел заместитель и сказал, что здесь вид разрешенного использования земли под благоустройство, но никак не подробили, то там будет благоустройство. Диалог с властью получился оживленным. У многих ТОСовцев проблемы накапливались годами. Говорили о необходимости запрета строительства в летний период, о маршрутах общественного транспорта, о недостатке зеленых насаждений на курорте, о культуре поведения владельцев личных автомобилей, заезжающих на газоны и тротуары. Люди говорят, что хотят видеть свой город красивым. Согласен. Вот это сегодня объективно. Вот когда уйдет фраза «говорят, что хотят видеть свой город красивым», у нас все получится. Они делают. И вот сегодня мы как раз для этого стремимся. И для этого мы сегодня не встретимся. В предвыборный период Сергееву поступило 748 наказов. И следующую встречу мэр курорта намерен начать с анализа и отчета исполнения наказов анапчан. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа. Регион.